Игра регбийных сборных Украины и Швеции обещала стать неуступчивой и напряженной. Скандинавы до этого матчей не проигрывали, а их дружное исполнение гимна вселяло тревогу. Для нас действительно это уже стало доброй традицией проводить матчи сборной в Одессе. Вы видите, что здесь самая большая зрительская аудитория, кстати, собирается именно в Одессе на матчи сборной. Я знаю, что и ребята сборники из всех городов очень любят приезжать, они очень любят одессскую публику, которая всегда их поддерживает. Ну а для нас это способ популяризации регби в нашем городе. Мы видим, сколько людей пришло. Ну и очень хорошо, что именно выполнен такой важный матч. Победитель этого матча попадает напрямую в следующую группу, поднимается наверх. Спорт – это очень важный. И сегодня студенты Национального университета Одессы и Рудачьи академии пришли поддерживать нашу сборную Украины по регби на чемпионат Европы. И хочу сказать, что ведется запеклая борьба за первое место и наши украинцы, и также, где членами Одессы, выиграют. И с гордостью зауважу про то, что президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов всегда поддерживает инициативу студентов и ученых морского училища номер 3 брать участие в таких подобных заходах. И это доведено тем, что на базе нашей академии побудовано несколько спорткомплексов достаточно высокого уровня. Хозяева начали матч с двух точных штрафных от капитана Олега Косрева и вышли вперед в дебюте 6-0. Ошибка в обороне стоила украинцам пропущенной попытки от Фредерика Энстада, а также реализации от Конора Мерфи 6-7. Но на перерыв в качестве лидеров ушли именно Хозяева. Во втором тайме шведы снова вышли вперед, но важнейшие 5 баллов Украине принес вышедший на замену во втором тайме Валентин Литвиненко в 18-14. А затем наши отличились еще одной попыткой. Ее по правому флангу занес Олег Косрев, в итоге 23-14. Приятно отметить, что в украинском составе нашлось место и для шести игроков одесского Кредо-63. Один из них, Никита Митин, является студентом морского училища Одесской юракадемии. Дай Бог, мой бутс дает такую возможность, что я могу замечать и учебу, и спорт. В атмосфере в команде была настолько напряженная, серьезная. Да, это матч последний наш будет в группе, переходной. Да, мы потом пойдем в группу намного выше. И атмосфера была серьезная, все были намного настроены. Ну, никаких практически шуток не было. Вот четкий график, сон, еда, все настолько четко было отработано, вот даже тренировочный процесс. То есть, кабинет, все должно быть четко у нас было отработано. Поддержать своего товарища и его команду на матч пришли и курсанты, и студенты, и просто друзья. Регби, как студенческий вид спорта, очень стремительно развивается в высших учебных заведениях. Команда «Наутилус» Одесской юракадемии недавно выиграла чемпионат Украины по регби 7, а совсем скоро лучшие представят нашу сборную области на всеукраинской универсиаде. Наши курсанты создали свою команду, уже участвовали в молодежно-студенческой лиге. На следующей неделе у нас будет всеукраинская универсиада, опять-таки, в Одессе проходить в состав сборной области Одессы. Наши студенты, курсанты из училища, из университета, из судебно-административного факультета. Условия, как вы видите, неимоверные, шикарные. Соответственно, благодаря Сергею Васильевичу, что он нас поддерживает, что он всегда в теме, в курсе, дает возможность тренироваться, заниматься внеучебное время всеми материальными благами. Учитывая, что сборная Мальты отказалась от переходных матчей, Украина вышла в дивизион Б чемпионата Европы и теперь сразится с еще более грозными соперниками. Дмитрий Богомолов, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер». Продолжение следует...